Добрый день! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, как победить такую страсть, как ревность? Давайте поговорим лучше о том, насколько страсти связаны друг с другом. Я слышал часто от опытных духовников, что для того, чтобы начать борьбу со страстями, необходимо с помощью духовника, священника, кого-то из тех, кто любит тебя, кто видит тебя хорошо, определить свою главную страсть, которая мешает тебе жить. Я думаю, что не будем говорить о гордыне, гордость очень сложная страсть, и к ней надо подобраться, рассмотреть ее, и это требует времени и опыта духовного. Ну, какую-то страсть, которая мешает действительно вам жить. Раздражительность, гнев, какое-то пьянство, что-то еще. Такое простое, что лежит на поверхности и проявляет себя. И вот если ты одну какую-то возьмешь свою страсть и скажешь, что ты будешь каждый день, каждую секунду, каждую минуту следить за тем, чтобы не предаваться этой страсти, ну, например, раздражительности или гневу, или осуждению, ну, это уж высочайшая планка, ты увидишь через какое-то время, на самом деле ты очень быстро увидишь, буквально за несколько дней, что страсти, связанные между собой, если ты потянешь за одну, то вся сеть этих страстей начнет потихоньку появляться перед твоими глазами. Поэтому говорить, что вот у вас есть ревность и что это страсть, которая вот вас пожирает, и другой у вас нет, и что вот она самое главное, это неправильно. Правильно, может быть, даже не с нее начать, а просто начать с того, чтобы сесть, почитать самые первоначальные святоотеческие книги, невидимую брань, лествицу, авудорофея, чтобы увидеть, насколько эта сеть раскинута над нами, насколько и как, каким образом духи злобы поднебесной пытаются погубить человека и утащить его на дно адское. Вот, так что не думаю, что точно было бы давать человеку рецепты борьбы с ревностью, например. Вот, об этом можно много говорить, человеку объявить о том, что есть свобода, о том, что он должен заниматься собой и многие-многие другие вещи. Вот, но это все будет какой-то такой разговор, скорее, про психологию. Либо ты встал на путь борьбы со своими страстями всерьез, вот, и таким широким неводом все это захватываешь и пытаешься видеть картину целиком, ужасаешься, получаешь такой мотив обращения к Богу, когда ты видишь дно своего ада, потому что отцы говорили, что человек, который не увидит дно своего ада, не сможет начать подняться к Богу, подниматься к Богу. Вот, вот скорее так, потому что духовные болезни – это не физические болезни, физические тоже связаны между собой, у них тоже где-то там глубоко, если уж очень хороший врач, у них тоже есть общая производная, это тело человеческое, наша природа, вот, падшая. Вот, но все-таки современная медицина, она приучила нас, что таблеточку как бы забросил, и голова прошла, и дальше живи. В духовной жизни так не будет, в духовной жизни все по-другому, там надо действительно, как хороший врач, идти и искать основы вот этих вот страстей, которые уже когда появляются наружу, значит, пустили глубокие-глубокие корни внутри нашего сердца, внутри нашей природы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok